В Шимкенте завершается строительство крупной транспортно-логистической зоны. Проект реализуется в рамках государственной программы «Нурлы Жол». Предпринимателям будут предоставлять полный пакет логистических услуг. Рядом есть железнодорожные пути, аэропорт, что расширяет возможности по транспортировке. На крупный центр специалисты возлагают большие надежды. В первую очередь он поможет местным бизнесменам улучшить экспортный потенциал. Подробнее об этом в нашем сюжете. Три года назад на этом месте был пустырь. 92 гектара выглядели вот так. Один за другим здесь начали вырастать современные хранилища. Сегодня вместе со строительной техникой заезжают большегрузы с товаром. Заработали первые складские помещения. Это склады класса А. Здесь шоковая заморозка, предусматривается газорегулируемая среда. И поэтому, можно сказать, это предпринимателям дает возможность доступ к конечному потребителю. Уникальность объекта в его расположении, говорят специалисты. Рядом международная автомагистраль, а также трансазиатская железная дорога. Летают здесь даже самолеты. Недалеко расположен аэропорт. Строительство транспортно-логистической зоны завершится в этом году. Она станет одним из инструментов поддержки экспортеров. В этом году, по данным управления предпринимательства, область экспортировала продукцию почти на 470 миллионов долларов США. Это производители текстильной и пищевой промышленности, машиностроения, металлургии, фармацевтической отрасли. Наша продукция, она по качеству не уступает. Наша продукция, особенно пищевики, пищевая продукция, у нас она экологически чистая. Меньше концентраторов разных, концентрогенных веществ. Поэтому наш экспортный потенциал здесь не играет. По развитию экспортного потенциала нам поставлена задача увеличить экспорт до 2019 года на 15%. Антибиотики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых запаливаний, препараты для детей. Традиционная продукция крупного фармацевтического завода страны есть на полках аптек многих стран СНГ. В прошлом году отсюда экспортировали продукцию на 2,5 миллиарда тенге. В прошлом году мы отправили порядка 8 миллионов готовой продукции. Это таблетированные формы, ампулы, сиропы. В денежном эквиваленте это составило порядка 2,5 миллиарда тенге. В этом году мы планируем сделать прирост на 10-15%. Увеличить присутствие на зарубежных рынках планируют и другие предприятия. Должны вырасти продажи в Узбекистане и Кыргызстане с недавнего времени привлекательным для местных бизнесменов стал Иран. А современная транспортно-логистическая система должна облегчить путь. Катерина Попкова, Ерболат Абишев, Нурмахамбек Муратов, Южно-Казахстанская область, Хабар, 24.